В 1921 году Иосиф Виссарионович еще не имел большого политического веса. У него не было даже собственного кабинета. В ЦК партии он занимался административной работой и по совместительству отвечал за борьбу с коррупцией. Кроме Ленина и Троцкого, о принципах распределения финансовых потоков за рубежом был хорошо осведомлен Григорий Зиновьев, руководитель Коминтерна и, по сути, третье лицо в государстве. Потерял что? Куба. А вот, уговица заказилась куда-то, никак найти не могла. А, новый френч. Говорят, тебе тещу купила на съездах выступать. Виват, аллилуйя вам. Кто много говорит, тот часто ошибается. Ты зачем приехал? А я не к тебе, я к старику. Ильича врачи в Подмосковье отправили. А, а ключи, значит, от кабинета он тебе оставил. Принцеленнушка. Скажи, Куба, а Ильич знает, что в его отсутствии твои люди по Прибалтике рыщут? Везде нос свой суют. Слушай, почему сразу рыщут? Работают товарищи. Деньги государственные считают. Это деньги Коминтерна. А считать мы сами умеем. Григорий, дорогой, ты большой политик. Я простой администратор. Теорию понимаю плохо. Намеки твои тоже. Ох, Коба, артист. Это же от твоих ревизоров Исидор Гуковский бегает. В Москву собрался. Помощи искать. И ведь найдет Коба. Может, найдет. Может, не найдет. Знаешь, фигуры, говорят, кто много бегает, быстро устает. Ну-ну. Знаешь, что, Коба, ты пуговицу сыщи сначала. Сыщу, дорогой. Из-под земли достану. Без звонка, без стука. Я вот как раз по этому поводу. Это ты настучал старику про коммерческую деятельность Коминтерна? Я тут при чем? Про вашу деятельность? Все телеграфы не растучат. Тайные счета большевиков? Знаешь, на Кавказе говорят, крупный дождь долго не идет. А ты что, Нью-Йорк Таймс не читаешь? Мне жена вот приносит распечатки из секретариата. Ну, посидеть, новости обсудить, поговорить. Ты же понимаешь, Григорий, молодой республике надо зарабатывать международный авторитет. Теперь многие кучеревые головы полетят. Так, а при чем здесь эти счета? Здесь и Ленин, и все, и вообще-то это на черный день. Сядь! А вот, чтобы про эти счета забыли, теперь начнут в парью Коминтерновская чехвостить. Чехвостить? Пусть чехвостит. Что, много твоей ревизоры в хозяйстве Гуковского увидали? Не видел? Это одно слово. Видел? Это уже большой разговор. С твоим Гуковским разговор только начинается. И откуда ты, Коба, только поговорок таких набрался? Иди, иди, Гриша. Когда ты шел к ума набираться, я уже обратно возвращался. Щен-деда. Товарищ Сталин? Ваше поручение выполнено. Финансовый дневник. Торг преда Гуковского. На стол положи. Взяли его. Где ты и сказал. И на метр в сторону не отошел. Сидел и штал. Ты тоже присаживаешься. Закуривай, не стесняйся. Слушай, Лукас, как ты думаешь, зачем он тут цитрят с грязными телешками хранил? Жег бы к черту. И все. Я думаю, для подстраховки. Ерунду говоришь. Хотя думаешь, красиво. Гуковский нам помочь хотел Россию обустроить. Лукас, а ты Россию любишь? Это я тебя, как крузин, латыша спрашиваю. Я австрийец. А я люблю. Поэтому этот весь ваш коминтерн надо заканчивать. Будем строить социализм в отдельно взятой стране. Извините, товарищ Сталин. А как же все, что рассказывал Гуковский? Причем здесь о мировой революции? Рассказывал. Про мировую революцию рассказывал? Вот она, вся твоя мировая революция. Вот здесь. Эти суки, пока я им деньги возил отовсюду. Со всего мира, из тифлисов, везде на революцию. Они по карманам распихивали. С бледями буржуйскими делили. Они думали, Сталин глупый такой паренек, дурачок в сторонке постоит. Вот вам и ты так думал. Ничего. Мы Ассио с колен поднимем. Из денег поднимем. Зачем деньги при коммунизме? Правда? Охрана! Охрана! Заберите этого. Шпиона. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Каким образом Иосифу Виссарионовичу удалось добиться поддержки со стороны своего идейного противника, до сих пор неизвестно. В 1922 году именно Григорий Зиновьев способствовал назначению Сталина на должность генерального секретаря Компартии. В течение последующих десяти лет этот пост позволил молодому партийному администратору сосредоточить в своих руках необъятную власть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА